добрый вечер это открытый вебинар из серии открытых вебинаров в октябре их всего три первый был basic volume второй вебинар был у нас VWAP индикатор объемный и сегодня дельта imbalance значит все эти три вебинара вы сможете найти на канале youtube компании волфикс выглядит вот таким образом подписывайтесь здесь есть плейлист и о платформе и плейлист wall street онлайн где добавляются все обзоры wall street онлайн коллекция интересное видео на тему финансового рынка и полезные вебинары но сейчас его пока закрыли но завтра его откроют для общего доступа то есть сюда сможете зайти и последние добавленные видеоролики можете найти все эти три открытых вебинара звук плавает раз два три тестируем еще раз раз два три вот такой вот канал здесь очень много полезного видео вот подписывайтесь ничего не пропустите так и по поводу дельта imbalance кажется 27 числа будет курс по поводу работы с дельтой работа с потоком ликвидности и 20 числа будет открытый вебинар на эту тему более такой расширенный так что регистрируйтесь на знакомитель вебинар и вот принципе уже открыт набор на курс дельтой баллон спрос и предложения курс подойдет тем кому нужно отработать и наладить точки входа сопровождение позиции и улучшить серийность делок так ну что ж вернемся к нашей теме сегодня дельта имбаланс хочу напомнить что на ноябрь также планируется серия открытых вебинаров вот где будут затронуты другие темы у нас в вопросах иногда мы открываем такие как бы то есть на регистрации курсы весь поле какие бы темы вы хотели бы услышать и там вы сможете добавить свою тему на сайте волфикс в разделе education можете зайти и принципе добавить свою тему либо же на канале youtube комментариях оставить так по поводу текущего слайда но вернее трансляции это классный чарт инструмент s&p 500 имени и те кто уже с давно используют платформу волфикс наверное буквально вот с понедельника у нас обновление и вот такой уже более расширенный стакан да я думаю вы обратили внимание что раньше был стакан такого класса теперь у нас стакан более такой проф уровня и о этом стакане как раз на следующей неделе будет либо же в понедельник либо в среду ознакомитель вебинар как с ним работать и как его считывать то есть здесь очень много полезных вещей и для скальпинга и для более точного входа позицию это как раз незаменимая вещь для трейдер здесь очень быстро можно проанализировать спрос предложения да то есть по текущей цене и тем самым улучшить качество открытия позиции в принципе сопровождением и так дельта им баланс собственно вопрос будет тема непосредственно дельта зачем ее анализировать что она дает какие преимущества и начнем пожалуй с темы объема так как у нас возможно есть но новенькие да то есть те кто еще не знаком с объемным анализом кто первый раз на вебинарах компания волфикс можете поставить плюсик чате либо же не использует платформу волфикс еще не знаком с ней просто я буду ориентироваться если таких много то буду немного детальнее рассказывать о разных вещах так есть у нас новенькие ну в общем welcome приветствую в нашей комьюнити и так начнем с темы объем то есть изначально вообще вся как бы вектор развития и улучшения платформа волфикс это объемный анализ почему объемный анализ потому что это данные о текущем состоянии ликвидности на рынке вплоть до тика да то есть вплоть до самого минимального изменения цены то есть какой объем этом тике и это данные биржевые то есть это не синтетические данные это не синтетические индикаторы которые построены на цене и времени зачастую они опаздывают и достаточно сильно это данные о текущем состоянии рынка какие объемы сделок то есть как их много в какое количество по той или иной цене то есть это достаточно такие фундаментальные в общем фундаментальной информации которая ну просто незаменима в трейдинге и не анализируя объем рынка немного как бы не хватает вот этих вот данных и ну собственно преимущество у тех трейдеров достаточно большое кто использует объемный анализ и так возьмем для начала объем на любой цене примеру есть на 1 у нас проходит какой-то объем сделать да то есть чтобы программа ну то есть биржа когда присылает нам поток данных по цене все тоже заключенные сделки это уже фактически событие которое произошло пример у нас есть объем 1000 контрактов по какой-то цене что это означает что кто-то из байеры купили на тысячу контрактов инструмент целеры им на эту тысячу контрактов продали то есть фактически это двухсторонняя такая сделка не может селлер просто продать неизвестно кому то есть в любом случае должны быть две стороны байер и селлер таким образом когда мы видим объем 1000 контрактов два контракта три контракта это говорит о том что байер на этой цене купил столько-то селлер продал то есть байер не может купить если не продавца и точно также и селлер значит когда у нас есть определенные точки на рынке до входа вот примеру сейчас ситуация на сантиме и мы видим фактически вот сейчас интервала до минуты можно поставить даже интервал час пять секунд то есть мы видим реальное событие на отрезке 5 секунд по цену вот ценовой шкале какие сделки проходят и в каком объеме давайте я поставлю пока только объем вот то есть мы видим что сейчас проходит 800 наливают по цене 1840 844 контракта ну по маркеру вы видите что там продали значит знать информацию о том насколько объемно совершают сделки на той или иной цене это уже большое преимущество потому что когда у нас есть к примеру восходящая тенденция неважно это час либо же это промежуток в неделю и мы ищем точку входа на шорт да то есть мы уже видим что рынок немного перегреть покупками и нам нужно зайти найти точку входа на салда мы начинаем искать те цены по которым начнет активно заходить селлер но не анализируя то есть не разбивая объем на селлеров и байеров мы фактически только сможем увидеть объемную активность на том или ином уровне то есть примеру по этой цене пускай будет цена 10 начали проходить крупные сделки то есть это повышенная активность это повышенная ликвидность это интерес участников рынка к определенной цене к примеру экстремум на максимуме дня да то есть этот объем может своей ликвидностью создать разворота сформировать реверс то есть остановить покупки заглушить ликвидностью все заявки байеров и создать тенденцию на шорт то есть зачастую когда на рынок заходит крупный игрок селлера либо же байер он может создать дисбаланс если на рынке нет какого-то крупного потока с одной стороны рынок находится в балансе фактически да то есть тысячу контрактов покупают байеры тысячу контрактов продают селлеры но когда происходит вот начнем с момента когда ликвидность со стороны байеров на этой цене и ликвидность со стороны селлеров по этой цене идентично да то есть фактически они между собой работают их и тех тех и ту и ту команду устраивает эта цена если взять и сравнить с обычным рынком да вот ну не знаю там обычный овощной рынок например да где там бабушки продают какие-то овощи то цена не будет двигаться пока у и бабушка эта цена устраивает и покупатели которые приходят на рынок эта цена устраивает то есть пока на рынке не произойдет дисбаланс по ликвидности цена будет стоять на одном месте ну там колебаться в пределах кофта диапазона ну то есть допуск таким образом когда мы на вот этом максимуме видим повышение ликвидности это говорит о том что и байеры и селлеры здесь совершают крупные сделки потому что селлер если хочет крупно продать он не сможет продать столько сколько байер например не смогут взять да то есть поэтому когда мы видим здесь тысячу контрактов это говорит о том что байеры купили селлеры продали то есть я думаю это уже понятно но тут возникает вопрос как же создается дисбаланс так как вот те данные которые вы сейчас видите вот здесь это уже событие которое свершилось то есть мы видим 286 но еще есть отложенные заявки да есть информация о том сколько у нас стоит лимиток на бай на шорт вот таким образом когда на вот этом пике дня по евро например да там либо же сэнпи либо индекс ртс байеров байеров у нас к примеру на 5 тысяч контрактов есть желание купить а со стороны селлеров у нас примерно 25 тысяч контрактов согласитесь зная такую информацию вы уже догадываетесь насколько это эффективно и полезно для анализа анализа оптимальных точек входа более вероятных сценариев таким образом когда байер здесь полностью ну как бы возьмут свои пять тысяч до которые не хотят купить у селлеров останется еще объем то есть фактически здесь между байером и селлером дисбаланс по объему в пять раз когда полностью байер уже выведут весь свой объем а селлером нужно будет еще двадцать тысяч где-то разместить до начнется дисбаланс по цене то есть селлеры давят объемом они забирают все 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 что попадается у них на пути все мелкие заявки крупные таким образом они двигают цену потому что они дают давят рынок своим объемом они требуют продаж и котировка начинает снижаться в поисках ликвидности на бай то есть так как байер здесь уже все выдали сколько могли там пять тысяч контрактов селлеры забрали у них еще на 20 тысяч контрактов есть ликвидность поэтому когда мы анализируем дельту да то есть нам нужно еще информация то есть у нас есть примеру тысяч контрактов прошел объем по такой-то цене когда байер и селлер совершили сделку возникает вопрос куда пойдет цена то есть объем сам по себе в чистом виде да то есть не несет информации о направлении рынка да то есть он просто нам как бы показывает по каким ценам идут крупные сделки по каким ценам их вообще нет да то есть такие моменты бывают как гэп либо же там резкое изменение по ценам по цене то есть какие-то скачки импульсы вот поэтому как раз вот в этот случай когда с одной стороны ликвидности больше до селлеров а с одной стороны меньше создается дисбаланс то есть по давлению того или иного участника но биржа также транслирует то есть потоки которые мы принимаем не только объем каждого тика также еще идет информация о то есть биржа маркирует объемы бит и аск то есть эти тысячи контрактов можно еще разложить на бит и аск у нас есть два режима маркировки объема tick direct сейчас вам его продемонстрирую чуть попозже не хочу пока картинку стирать и агрессор то есть два режима режим агрессора это данные которые мы берем то есть принимаем прямо с биржи то есть это биржевые данные это не синтетика это вот как прислала биржа так мы получили и отобразили прямо в кластер в чарте tick direct это маркировка объема по направлению тика мы чуть позже потом на курсе это все изучим то есть теперь у нас есть информация когда мы разложили тысячу контрактов сколько у нас объема на бит сколько у нас объема на аск ну к примеру 700 и 300 то есть у нас уже есть разбивка на бит и аск таким образом можно уже анализировать информацию о балансе байеров селлеров кто более активен курс 27 вроде октября зайдите на сайт волфикс раздел education там level 2 вроде там разместили его вот поэтому когда у нас есть такие данные мы можем уже более четко с ну сценарий поведения цены относительно вот этой ситуации да как 50 на 50 давайте лучше на слайде сейчас вот сейчас вот я включу стакан в чистом виде который у нас был да вот это данные по объему то есть мы видим что по цене 34 сейчас проходит 200 прошло вернее 308 но и больше 311 контрактов за 5 секунд по цене 1834 то есть можно анализировать по цене 1834 то есть по каким ценам хотят работать участники рынка по каким ценам не хотят нет 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 теперь в классе чай все можно отобразить я сейчас включу этот режим есть режим дельта есть режим бит аск 50 50 ну я имею ввиду за какой-то интервал не за с прям вот тик 1000 контрактов в одном тике а за интервал например за две минуты то есть там может быть объема 300 по биду 700 по аску также идет маркировка по агрессору вот сейчас вы видите две колонки давайте чуть сделаю вот так вот минутный интервал будет более лучше вот если вы видите две колонки и вот сейчас у нас 156 сто семьдесят четыре сто шестьдесят ну наливаю таски вот сейчас начали наливать бит видите крупную заявку то есть уже картина относительно происходящего более как бы сказать прозрачные становится да то есть не просто вы смотрите на котировку и догадываетесь то есть фактически торгуя на финны рынке на фьючерсе да например том же ртс относительно какой-то локации поддержки лица сопротивления то есть это фактически работа трейдера на ожидание то есть он ожидает что отработают эту поддержку либо же это этот уровень сопротивления либо же пробьют этот максимум но если это может трейдеру дать информацию о том а что на самом деле происходит у этого уровня поддержки да то есть когда у нас есть линия поддержки да и китровка приходит данную точку да какой-то ценовой диапазон то есть не используя объем не анализирует данные которые транслируются с биржи покупка в этой точке идет на ожидание то есть трейдер ожидает он надеется что здесь будет отработка но если этому же трейдеру дать информацию о том а какой же там баланс по покупкам какой там баланс по продажам уже можно будет намного качественнее определить а есть там реально поддержка либо же нет то есть фактически трейдеру нужно определить и увидеть подтверждение того что здесь покупатели действительно давят котировку то есть поддерживают объемом и не пускать ниже цену да то есть не скупают и это будет видно по дельте вот вы видите и ярлычки зеленая и красная маркировка маркировка уровней по активности либо же байеров либо же селлеров вот сейчас видите начинают более активнее себя вести целлеры мы сейчас нижнюю гистограмму вот она это общая дельта за этот паттерн да то есть мы видим что были активные первую половину минуты целлеры в принципе они и сейчас давят на рынок видите дельта начинает расти на шорт вот тут крупная заявка на 36 половиной и вот смотрите видите как резко дельта поменялась на бай то есть вот пошли активные покупки байеры то есть даже если вы к примеру стояли в шорте вы после таких выстрелов по объему то есть вы увидели только что действительно вот реально дисбаланс покупок то есть вам не нужно стоять пересиживать какие-то убытки то есть вы видите что действительно давит на рынок вайер смотрите причем таких выстрелов было вот за последние там 10 минут вот раз два видите то есть действительно идет давление и при даже если вы здесь заняли шорт стоите и вот тут выбрасывают такие крупные объемы которые вот если сравнить смотрите 468 контрактов по бит и 1275 по уаск общая дельта по этой минуте почти ну не почти три с половиной тысячи контрактов на стороне байеров вот дальше нам принципе еще пока преобладает и таким образом как бы картина происходящего в той или иной точке будет намного яснее понятнее и отработать сам вход уже будет вопрос просто времени и опыта есть если взять дельту здесь есть очень много преимуществ в плане и можно для позиционного трейдера найти свои прим способ применения можно анализировать сейчас общую дельту за за общую дельту за день за торговую сессию вот обратите внимание ситуация по СНП за последнее время с 15.09 практически за этот контракт видите что дельта на шорт преобладает причем очень сильно то есть если у вас позиционная продажа вы стоите в шортах то вам нужно анализировать эти данные потому что резкое изменение дельты на стороне байеров даст вам сигнал на то что уже появилась активность байеров и она сильнее на такое количество все вы уже можете математически даже просчитывать сколько перевес насколько это сильно может повлиять на движение котировки насколько это действительно сильное давление со стороны байеров Посмотрите, здесь фактически раз, два, три, четыре, пять, шесть сессий, даже вот семь, начиная с начала октября, одни, вот все сессии, буквально вот одна была, но это на снятие стопов, скорее всего, пошла дельта, только активность селлеров. То есть, имея такую информацию, вы сможете более спокойнее удерживать позицию, вы будете знать, когда начнется разворот, то есть, по крайней мере, хотя бы будете к этому готовы, потому что, когда начнет идти постоянно дельта на бай, ну, понятно, хотя бы часть позиции уже можно зафиксировать, то есть, не пропустите момент изменения силы спроса и приложения. Вот ситуация по индексу РТС, тоже по сессиям, как видите, здесь тоже не особо заметны активные байеры. По дельте также очень можно легко определить снятие стопов, когда снимают на рынке стопы участникам, когда маркетмейкер поддерживает крупными лимитками цену, чтобы пока еще придержать котировочку. Это все можно анализировать и фактически, если вы, например, скальпер, да, вас, вам нужны просто короткие сделки, там, в течение 30 минут, часа, то, конечно, это нужно анализировать данные на минутном интервале, на 30 секундном вместе со стаканом, тем более стакан уже. Вот ситуация по евро, смотрите, многих интересовал вопрос, когда начнется все-таки хотя бы разворот, вот видите, как данные по дельте имбаланс помогают сориентировать себя в возможных разворотах, реверсах. Ну, все помните, да, сколько евро падает, и на 25-й фактически 4 сессии подряд, вот эти сессии, дельта на покупку. Причем, как видите, она сохраняется, здесь вот две сессии были небольшие, дельта на шорт, то есть они, вот эти дельты на шорт даже не превышают того, что до какого уровня был имбаланс по дельте на начало октября. Вот 6 октября, 7-е 8 тонн, 9, 8 и 4 и 800 по продажам 10 числа, 13-го 5, 500 и сегодня 6 тонн на евро дельта на стороне байров. Там ситуация с Грецией какая-то, поэтому, скорее всего, это вызвана такая динамика. Точно так же, если вы торгуете доллар-рубль, давайте я включу более так интересный внутридневной интервал. Всем интересно, когда ЦБ начнет тормозить рубль, вот по 41-500 сегодня прошли крупные сделочки, 71 тонна и 110-500 на стороне селлеров. За сессию уже 73 тысячи дельта, посмотрим, как закроется. Давайте лучше включу текущую ситуацию, чтобы вы увидели. Так, вопросы появились, сейчас, подождите. Так, тут не активно, сейчас сессия вечерка. Давайте лучше включу еврик. Сейчас вопросы прочитаю. Кластеры окрашивались, как у вас, зеленые и красные. Это настройка лимитов. Вот здесь выбираем Volume Limit, либо же в Setup. Открывается настройка фильтрации бидов, ask'ов, дельты. Вот такие расцветки. Можете потом, когда запись будет на канале YouTube, нажмите просто на паузу, и цветовые настройки, просто скопируйте. Также могу показать настройки Color Settings. Тоже потом на паузу нажмете и повторите цветовую гамму, чтобы вам было удобно анализировать. Просто, когда постоянно сидишь у мониторов, причем их восемь, и сильно яркие цвета, они очень устают глаза. Поэтому у меня в основном черный фон, серые кластеры, серые цифры, чтобы не так сильно уставали глаза. Причем, если 8 мониторов, так очень сильно за неделю можно и очки одеть. Ну, в общем, если планируете профессионально заниматься трейдингом, и советую покупать хорошие, качественные мониторы, которые не губят глаза, которые здоровья не купишь, как говорится. Поэтому мониторы покупайте качественные. Если вы планируете серьезно этим заниматься ежедневно, то глаза, 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 глаза. Очень можно быстро посадить зрение, особенно если вы планируете скальпировать, то тут нужно на мониторы все-таки раскошелиться. Итак, давайте это все немного соберем воедино. Информация о объеме по каждой цене. Сейчас вам еще покажу тик, чарт. В нем также есть маркировка BDASK, маркировка... То есть вы можете в каждом тике вот тики идут, да? И конкретно в каждом тике объем. И также есть еще модуль TIG Search, где можно посмотреть даже каждый трейд в тике, что дает полную картину о том, какие были трейды, крупные, некрупные. Это робот заливал объем, либо же нет. То есть это тоже можно отличить. Вот вы видите здесь зеленые. Такие гистограммы объема по тику с маркировкой агрессора. То есть кто был агрессором сделки. Поэтому точно так же, вот видите здесь... Сейчас вам покажу. Давайте СМП включим. Очень удобно, особенно тем, кто торгует доллар-рубль, анализировать данные с под... Но биржа не... То есть... Ну, вряд ли у вас есть данные о... Маркировке объема B-DASK. У нас он маркируется внутри программы. То есть... Есть у нас два режима. Я вначале говорил TIG Direct и Агрессор. Если биржа, видите, она не транслирует данные спот. И нужно выбрать режим TIG Direct и спот по рублю... Доллар-рублю... Ну, рублю... У вас будут данные маркировки по биду и по АСКу. Вот видите, 16-30, 23. А это дельта. То есть между бидом АСКом, дельта 23 тонны на стороне селера. Здесь достаточно так неплохо заширтили. И сейчас дальше, дальше, дальше шортят. То есть... Как применить эти данные? Насколько они полезны? Я думаю, это уже видно даже по котировке. То есть... Активность... На каком-то ценовом участке. Активность каких-то участников и уже последующее расширение цены. Либо же это снятие стопов. То есть... Давайте посмотрим S&P. Сегодня как раз такой ударный, интересный день. Так, вот 8.30. С открытия, вот 8.30 открылась Америка и сразу на открытии очень много продаж. Причем здесь дельта за 15 минут сейчас... Более 20.000 контрактов. Да, на секундочку. За 15 минут 20.000 контрактов. Это просто невероятно крупные деньги. Это не поводы, это индикатор VWP объемный. Вот так он выглядит внутри сессии. И всплески... Вот имбаланс. То есть, есть дельта, которая идет, например, в рамках... Ну, стандартная. То есть, вы также должны уметь отличать это крупная дельта. То есть, это действительно аномальный всплеск активности байеров, либо же селлеров. Либо же это стандартная, либо ниже нормы, либо, как мы называем, нулевая. То есть, нулевая дельта это порог, до которого считается, что дельта не сильно дисбалансирует между байером и селлером. Если вы новичок и еще как бы не сильно ориентируетесь в сравнении ликвидности, дельты, вам лучше иногда посматривать дельту в процентном соотношении. То есть, вот здесь пишется, на сколько процентов байеры и селлеры идет перевес. То есть, не в количественном значении контрактов, а в процентном. Вот видите, здесь было на 11%. То есть, из того же, ну, к примеру, объема 1000 контрактов, 11% было на стороне селлеров. То есть, перевес. Бывают такие всплески и доходит до 40%. Вот 18%, тоже 11%, вот 52%, видите. Очень большой перевес по ликвидности. Теперь посмотрим, где это было у нас. Отличная точка. Почему бы не использовать такую информацию? Правильно? Вот еще у нас 26, почти 27% перевес на стороне селлеров. Причем здесь по цене прошла крупная дельта. Вот второй селлер. То есть, работать на рынке, имея такие данные под рукой, ну, в разы легче. То есть, до, пока вы не видите объема, хотя бы начните с объема. Дельта, там, по чуть-чуть начнете ее изучать и разберетесь. То есть, даже вот простой пример. Вот у нас уровень поддержки, да, в равноудаленном канале. Вот его верхняя граница и нижний уровень поддержки. Саппорт. То есть, здесь при входе в бай, да, то есть, все покупки открываются на ожидание. Но, если здесь начинает действительно проходить крупная ликвидность, объем, то есть, начинают байеры поддерживать котировку, они уже считают, что цена достаточно приемлема для дозагрузки. То есть, они здесь загрузились, столкнули цену, потом здесь дозагрузились, столкнули цену, ступенчатая загрузка. То, ну, вероятность, что действительно пройдет зачита в разы выше, если чем там объемов не будет. То есть, очень часто такие уровни проходят либо же без объема, либо же объем просто разбросан по каким-то ценам. То есть, какого-то противодействия со стороны байеров вы там не заметите. То есть, каким образом часть убыточных сделок, которые у вас есть, она просто исчезнет, потому что вы, как критерий подтверждения уровня поддержки либо же сопротивления, то есть, всплеск ликвидности, сразу-сразу этот вопрос будет снят. То есть, я вам продемонстрирую, как меняется ликвидность. То есть, как можно по... Даже просто анализируя объем, заметить, что рынок пытаются развернуть. То есть, пошла активность. Сейчас, секундочку. Вот, сейчас взял с весны котировку по S&P. И... Обратите внимание на ликвидность, которая идет снизу. То есть, это вертикальная гистограмма. Здесь S&P снижается до 18-20, 18-10. И смотрите, как начала расти ликвидность. То есть, порядка 5-6 сессий идет рост ликвидности, идет высокая активность. И таким образом, вы уже видите информацию, что цена кому-то это интересно. Дальше вы уже, конечно, лезете в дельту, анализируете, что там происходит, какие уровни отрабатываются, защищают. То же самое смотрите при вот этой коррекции. Видите, всплеск ликвидности. Вот, ликвидность была на этом уровне. Потом здесь всплеск и развернули. Снова рост был практически без ликвидки. И вот падения тоже начались с всплеском ликвидности. То есть, во-первых, вы будете готовы к тому, что... То есть, вы анализируете, смотрите, там, 2 недели. Ликвидность стандартная. Потом начинается всплеск. То есть, вы понимаете, что скоро будет движение. То есть, уже можно ожидать. И вы уже готовы. Вы уже просто ищите, где будут подтверждения модели на шорт, на бай. То есть, ну, уже там по своей стратегии, либо же по каким-то наработкам уже непосредственно относительно объемного анализа. Расскажите про точки входа. Ну, в зависимости от того, как построена ваша торговая система, если вы работаете на экстремумах, то есть, фактически все стратегии делятся там на 2 группы. Это экстремумы, то есть, контртрендовый вход, минимум, максимум, да? Либо же трендовый, то есть, вход на рынок по тенденции, динамики. То есть, это вы сейчас... Да, вот у нас контртрендовый. Вот эта точка входа. Ну, к примеру, открытие. Рынок пришел к какой-то цене. Это у нас минимум дня. И вот этот уровень, эта ситуация, да, расценивается как потенциально возможная точка входа. Что здесь нужно анализировать? То есть, вы должны принять решение, стоит ли здесь... То есть, есть тут предпосылки к тому, что, ну, при открытии здесь покупки, действительно будет ликвидность на бай, будет более агрессивен байер. То есть, анализируется объем. Разворот, особенно на покупку, особенно на покупку. На слабом объеме, ну, редко когда проходит. То есть, если действительно байер заходит на рынок, ему первое, что нужно сделать, это своей ликвидностью остановить падающий нож, да. То есть, начинает заходить ликвидность на рынок, которая глушит все заявки по ликвидности количеством и значению селлеров. Котировка таким образом потихоньку останавливается. Потом удержать на этом уровне цену. То есть, это все ликвидность, которая в разы выше стандартной. И потом еще дать такой импульс по объему, чтобы уже полностью перекрыть и объем на покупку превышал продажи. Потом происходит у нас разворот. То есть, таким образом, то есть, здесь объем обязательно должен быть выше нормы. Причем это относится к любому интервалу. Дневной, пятиминутный, тиковый. В любом случае, особенно на покупку, нужен всплеск ликвидности. Потом дельта. То есть, вы анализируете непосредственно в этих ценовых диапазонах, проходит ли вообще агрессор на стороне байера, либо же нет. Ну и затем анализируются модели и когда именно войти. Ну это уже целую лекцию нужно провести, чтобы описать, рассказать и показать, как уже более надежно входить в маркет. Таким образом, вы здесь заходите, даже если сказать, в нулевой точке импульса. То есть, отсюда идет тенденция, динамика. То есть, вы заходите ближе к непосредственно источнику дисбаланса. Источнику, который создает обратную динамику, либо же продолжает тенденцию. Например, у нас была ситуация, там, наверх был рынок, была восходящая тенденция. И вы заходите на экстремуме, но по тренду. То есть, здесь как бы до загрузка, там, вторая, например. Но все равно вы заходите ближе к импульсу. То есть, вы не здесь заходите, не здесь, когда рынок уже немножко устал расти. Поэтому вы заходите, во-первых, с нулевой точки импульса. Этот же уровень является для вас защитой. Относительно него уже выставляются стоп-лоссы. То есть, просчитываются риски. И, ну, так работать намного понятнее. Потому что, вот, в техническом анализе, чего не хватает, это реально фундаментальных данных по объему. То есть, можно линию так прочертить, можно линию прочертить так. И этот диапазон, это очень большие допуски. Это очень большие погрешности в объемном анализе. Ну, вот смотрите, сейчас я включу. Сейчас как раз активность байеров, видите. Четко цена. То есть, здесь нет, может так прочертить, может так. Здесь просто четко цена. И там, вот видите, сейчас 50% селлеров. Вот, сейчас активность селлера. И, вот видите, у нас здесь есть 4 цены. Раз, два, три, где были объемные байеры. Вот мы сейчас их выставляем и мониторим на предмет защиты со стороны байеров этого уровня. То есть, будет ли там действительно давление на стороне покупателей. Либо же нет. То есть, если нет, то не нужно там покупать. Потому что нет подтверждения. То есть, нет. Фактически, объемный анализ помогает... Объемный анализ помогает... Работать на стороне того, кто сейчас контролирует цену. То есть, крупного игрока. Желательно не работать на стороне толпы, потому что чаще всего она фиаско. Вот, сейчас нужен какой-то всплеск по ликвидности байера. Ну, вот по чуть-чуть уже наливают. Видите, опять же, на этом уровне вот 32.25, 32.50. Сейчас посмотрим. Видите, пошли сейчас селлеры. Там активность. Сегодня день падающий, поэтому тут даже о покупках не нужно даже мечтать. Есть, конечно, шансы, что попытаются закрыть хотя бы в середине диапазона. Ядро основное здесь у нас 45.54. Ну, мы, в общем, на минимуме. Здесь сейчас очень легко определить, что там могут сейчас заходить... Может заходить толпа, и их обязательно будут наказывать. Поэтому в таких точках нужно аккуратнее работать. Вторая отработка. Вот, видите, то есть, 3 минуты, вот мы смотрим, активность, то есть, преобладает более селлер. То есть, покупать еще рано, да. И сейчас, видите, 340, 400. То есть, такая информация, конечно, не даст вам зайти на уровнях, которые не являются хорошими уровнями поддержки со стороны Байера. Вот сейчас его фактически нет. То есть, видите. Ну, вот. 280, 600. Пошла четвертая минута. И, видите, опять селлер. Селлер, селлер, селлер. Поэтому вот с этого минимума сейчас обычные ребята начнут заходить просто с минимума дня на Бай. Но тут, как сами уже видите, куда тут заходить на Бай, если селлеры каждую минуту контролируют. Смотрите, по ликвидности. 600, 700 перевес уже. Видите, что творится. Пошел импульс по дельте. Все. На таких уровнях заходить на Бай нельзя. То есть, минус одна убыточная сделка уже есть. Да. То есть, ну. Если есть вопросы по лекции, есть у нас 5 минут. Задавайте. Попробуем ответить на все ваши вопросы. По поводу курса, который спрашивали. 20 октября будет знакомительный вебинар. Всю информацию, если не найдете на сайте, пишите Wolfix Education на почту, либо же на Skype. Вам помогут, все расскажут. И новый стакан, который вот обновился с понедельника. На следующей неделе будет тоже открытый вебинар по теме, как с ним работать, что он отображает. Какие данные можно взять для себя. Курсы именно по дельте? Не, не, не. Это, наверное, будет первый курс, который будет посвящен только дельте. То есть, там будет 5 лекций, потом еще или 3, или 4 занятия практически с открытия биржи, онлайн, во время торгов. То есть, это все будет прямо на практике закрепляться. То есть, не только теория, а и отработка этих всех методов оценки и тактик прямо на рынке. Тикдирект и агрессор чем отличаются? Тикдирект это маркировка объема в тике относительно его направления в сторону АСКО, либо же биды. Агрессор это данные, которые транслируют, то есть, дает биржа, маркирует и присылает в потоке. То есть, объем идет уже с маркировкой с биржи. Ну, вот видите, здесь покупать, ну... Вот, кто торгует индекс RTS, есть также данные с биржи RTS Sports. Вот, с RTS, вот у нас RTS, также, видите, ни копейки байеров нет, уже с 20.00 одни селлеры. Ну, собственно, весь день такая ситуация. Смотрите, с утра как начали. Вот, смотрите. Как раз к слову, обратите внимание, с 15.45 по 17.15, 17.30, то есть, весь этот участок ценовой, одни селлеры были, видите? Два часа, 120 минут давление создавали селлеры. То есть, как применять эту информацию, я думаю, вы уже догадываетесь. Нефть, сейчас включим нефть. Какую вам нефть, бренд или балайсвит? Ну, вот, пошли по чуть-чуть байеры. Пока. Сейчас я сделаю вот так вот. Я просто сжал ценовой диапазон. Сейчас мы его вернем на свое место. Так, 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 так. Так, 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 много вопросов. Какой процент перевеса по дельте я ощутим для фичан на Эликсер ТС? Чем больше, тем лучше. Ну, считается, до 10% это не то, чтобы несущественное. То есть, в зависимости от того, вот, смотрите, пошла у нас ликвидка на покупку по нефтянке. То есть, 20% уже неплохо. 30% из этого круто. То есть, 50% бывает редко. Обычно на каких-то крайних ценах, там, максимум, либо же минимум. Вот, в обычном диапазоне там до 20% в основном, там, бывает 25%. Так, вот у нас индекс бакса, на 85% уже фактически дотащили селлеры. Вообще, ликвидка Пуари за последнее время, ну, вот, вот этот весь момент, то, что падает, я наблюдал, но что-то, как-то, ну, не верится. Такое ощущение, что еще не осмелились покупатели, ну, инвесторы заходить на РТС крупно. Вот, в марте, когда вот падение, помните, было, там достаточно сильно так упали, там, я вам просто сейчас продемонстрирую, посмотрите. Волфикс, в гугле вбивайте, Волфикс, платформа Волфикс, официальный сайт волфикс.нет. На ютюбе тоже самое, как бы, там, вы увидите, что... Так, сейчас выберу лишнюю линию. Это интервал Day и график с начала марта. Смотрите, ликвидность, уровень ликвидности, когда разворачивали 106 и 104 вот здесь. Потом еще, смотрите, всплеск ликвидности, когда была защита со стороны байеров, то есть, остановили, потом пошла защита, и мы ушли на 138. Потом, то, что происходит сейчас. То есть, судя по всему, еще побаиваются заходить, потому что уровень ликвидности, по сравнению с ситуацией, когда в марте минимум разворачивали, там, видите, сколько еще до нее... Проходили по полтора миллиона, видите, по миллиону оборот за день, а сейчас максимум миллиончик, то есть, пока рынок, судя по всему, не готов к резким закупкам. То есть, когда начнет расти сильная ликвидность на минимуме, это как первые предпосылки. Значит, вопросов уже нет, я так понимаю. Всех приглашаю в пятницу в WallStreetOnline 20.00. Также подписывайтесь на сайте WallFix на рассылку, вам придет приглашение на вебинар, открытый по стакану новому. Ну и, в принципе, на другие запись будет, она будет на канале YouTube, обязательно вы сможете посмотреть ее и даже поделиться с коллегами, друзьями по цеху. Да, смотрите, видите, на цене, я просто наблюдаю, 398 объема по покупкам и 0, видите, смотрите, невероятно просто, как давят сейчас байеры на S&P тут пытаются, видите.